История водоёма семьи Лобановых неразрывно связана с фасолью. Именно такую форму имеет эта любимая всем семейством зона отдыха. 24 года назад, когда был приобретён дачный участок, на нём садились овощные грядки. Красота победила хозяйский подход к дачному делу. Цветы вытеснили овощные культуры. На четырёх с половиной сотках нашлось место дому, бане и вот этому водоёму. Помощник, правда, довольно скептически отнёсся сразу к идее создания водоёма, предоставив супруге руководить водным парадом. Но перспектива настолько захватила, что постепенно помощник превратился в основной звенок. Мы вырвали котлован и уложили на нижнюю часть подложку, сделали толстую подложку из типа кленчатый материал такой. А уже сверху чёрную плёнку по контуру котлована. Чем глубже в идею, тем интересней сам процесс. Ба у нас была, я думаю, с чего же делать этот каскад, уступы эти. Ну и я начала пилить. И вот уже каскад с уступами появился. Фонтанчик в центре водоёма. Сейчас альпийская горка. Украшает водное пространство. Умиляют забавные предметы уюта. Здесь живут кузнечики. Паучки, водомеры. Даже жуки водяные и то водятся. Иногда даже я рыбок запускаю с рыбалки. А самое главное, здесь живёт любовь и умиротворение. Если плохое настроение или вот что-то так мучает что-то, я сажусь на мечку, включаю фонтан и отдыхаю. Вода, она успокаивает. В день выездного семинара члены клуба цветоводов «Флора», созданного при районной центральной библиотеке, посетили сад Лобановых, чтобы настроение поднять, опыт перенять и поздравить семью. Ведь 40 лет совместной жизни в любви и согласии дорогого стоит. И мы решили презентовать вам подарок. Так долго растили гуся. Вот такая хорошая получилась птица. Выкормленная такая. Гусь, который никогда не создаёт второй семье. И поэтому символизирует по китайскому гороскопу вечную любовь. Ох, как красиво! Сейчас и символ вечной любви. И именные цветы поселятся в саду красивых людей, щедрых на доброту и отзывчивость. Здесь можно увидеть характер хозяев. Здесь можно увидеть, что они смогли совместить даже несовместимое. Не то, что в больших каких-то ландшафтных садах. Там всё очень строго, геометрически. А здесь вот так тепло, так как-то овально. Настолько всё здорово, настолько всё красиво. И на таком маленьком участке создали такой рай. Райский уголок просто. Просто здорово. Можно многому поучиться, допустим, у тюльпаны сажать группами. Допустим, фиолетовые, то есть не единичными экземплярами, а группами. Я для себя это уже переняла и на своём участке попытаюсь сделать то же самое. И правда, хотя было много воды, дождь не помешал экскурсии по чудесному саду, где даже птицы вьют гнёзда и выводят в стенцов. Комфортно здесь и людям, и птицам, и цветам. Вот эти тюльпаны – это приз за третье место в викторине симфонии тюльпанов, которые мы получили уже осенью. Вот часть тюльпанов была высужена в саду Людмилы Петровны. Вот они все замечательно расцвели. Голландские тюльпаны прижились в саду Лобановых, пустили белорусские корни. У каждого растения своя история, каждое вошло в сад с любовью, и каждое по праву можно назвать хранителем ключей счастья семьи Лобановых. Такая вот качественная история – четырёх с половиной соток земли с чудесным садом воды. Субтитры создавал DimaTorzok